Доброе время суток, друзья! В этом ролике я попробую перечислить 5 причин плохого FPS внутри помещений в Source Engine. Поехали! Первая причина — коридор, А вторая — твой дверной проём, Третья — это все твои хинты И ужасные оклюдеры. Четвёртая причина — это браж, Не по сетке выстроен этаж, А пятая причина — это лик, Оттого, что ты в локфайл не вник. Ладно, ладно, перейдём к первой причине. Коридоры. Любая крайность — это зло, Слишком длинный коридор в том числе. Оптимальным допустимым значением длины я считаю 1024 юнита. Всё, что больше, грозит нестабильностью. Например, в данном случае мы видим коридор, Который соединяется с другими коридорами и помещениями. Чем больше в его прямой видимости будет вот таких помещений и пересечений с другими коридорами, Тем больше порталов будет прорисовано в кадре. Особенно ощутимо это будет в тех случаях, Где помещения завалены 3D-моделями и партиклами. Почему именно 1024 юнита и не больше? Да потому что хотим мы того или нет, А компилятор будет автоматически резать листья на этой отметке. И далеко не редкостью в моей практике было такое, Что именно данный шов проходит в дверных проёмах, Чем калечит нашу оптимизацию. Ладно. Кто-то может подумать, что данный коридор можно поделить вот таким образом, Поставив там несколько дверей и порталов. Можно, но это не панацея, это плацебо. Если двери будут открыты, то мы также будем наблюдать нежелаемый рендер, Хоть и в меньшем количестве. Если убрать аэропорталы и заменить их на окклюдеры, Они будут отрезать видимость моделей, Но только не дальше, чем на определённое расстояние. На большом расстоянии окклюдеры отключаются. А если комбинировать аэропортал вместе с окклюдерами, То в лог-файле появится предупреждение о том, Что портал и окклюдер могут вовсе не работать в данном месте. Опять же, никакой стабильности. И что у нас остаётся? Хенты? Да, они могут помочь. Если вы находитесь не по центру коридора, А вдоль его стен. Но стоит не забывать о дверных проёмах соседних помещений. Хенты не должны проходить вдоль них. Иначе очередной раз получите ненужный рендер. В общем, клоню я к тому, с чего начал. Постарайтесь реже строить длинные коридоры, Если хотите облегчить себе жизнь. Теперь к дверным проёмам. И нескольким типичным ошибкам. Во-первых, дверная рама, полотно или коробка Всегда должны быть одним фанк-дитейл. Лишние браши – это лишние листья. И приближение к лимитам VBSP. Есть у вас дверь или её нет, Фанк Аэропортал желателен. Но только не в том случае, если карта огромна. А таких дверей сотни. Аэропорталы нужно экономить И уметь применять в тех местах, Где больше всего страдает оптимизация. Это прям болезнь многих Натыкать до отказа порталов В ненужных местах И жаловаться на лимиты движка. Грамотно расставленные хенты Часто будут более практичным вариантом. Размещение дверных проёмов. Тут у нас уроки геометрии начинаются. Мы имеем два коридора, Которые находятся друг напротив друга. Что в итоге? Стоя перед проёмом, Мы мало того, что видим часть коридора, Но также и получаем рендер Соседнего кабинета. А если, не дай боже, Там ещё и окно в кадре, То, пожалуйста, Вот вам рендер улицы бонусом. Что с этим всем делать? Постараться мапить кабинеты Не друг напротив друга, А в шахматном порядке, Где в зоне видимости одного проёма Не будет виден другой. А чтобы экономить пространство, Кабинеты делают зеркальными друг к другу. Да, и окна не нужно строить Напротив дверей. Ещё один пример, площадка, Которая граничит с коридором. Если угол обзора дверного проёма Будет выходить за границу угла стены, То вы получите лишний рендер. Чтобы этого не происходило, Глубина площадки должна быть достаточной, Но не излишней. Похожая ситуация будет в примере, Где два дверных проёма Соединяют два коридора. Недостаток пространства сулит лишним рендером. Думаю, хватит с вас дверей. Хенты Две крайности одной сущности. Кто-то не использует их потому, Что не понимает как, А кто-то пихает их на каждом углу После просмотра декомпилов карт Valve. Это очень глубокая тема, Но в то же время проста. В коридорах достаточно ставить хенты Между дверными проёмами. В месте, где площадка соединяется с коридором, Прямоугольный хент с углами по 90 градусов. В комнатах можно комбинировать Прямоугольные хенты от дверного проёма до стены И хенты под углом от того же дверного проёма. В помещениях, где более двух проходов, Что-то оптимизировать с помощью хентов проблематично. Здесь от аэропорталов будет больше пользы. Как-то так. Вы должны помнить о теореме Пифагора в геометрии. Тогда и проблем станет в разы меньше. Ну и наконец, Если у вас что-то не то с фпс на карте, Загляните в лог-файл. Вдруг у вас лик или попросту не скомпилирован виз. Последняя проблема нередко встречается в Гаррис Мод На переполненных картах, Особенно если это декомпил. А на этом всё. Удачи, томодачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова